Аппаратное совещание От лица всей Ульяновской области От лица вас, руководителя Ульяновской области Мы отдаем себе отчет о том, что это невосполнимая утрата Память всех погибших почтили минутой молчания Губернатор распорядился провести проверку мест массового скопления людей во время школьных каникул К их числу относятся детские сады, школы, дома культуры и объекты, находящиеся в собственности предпринимателей Результаты проверки обсудят на комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций Напомнил губернатор еще об одной трагедии, но случившейся в Ульяновской области Многодетная мать убила троих своих детей и затем лишила себя жизни Родители будут проходить более углубленную диспансеризацию Мало ли что происходит со здоровьем В том числе и, к сожалению, связанные с определенными эмоциональными элементами Следующим пунктом повестки совещания стало обсуждение подготовки к весеннему осмотру дорог И противопаводковым мероприятиям Как и в случае с осмотром мест массового скопления людей Губернатор потребовал обращать пристальное внимание проверяющих органов на жалобы граждан Большой блок вопросов касался экономического развития региона Сергей Морозов выступил с резкой критикой членов областного правительства, отвечающих за данное направление Она была связана с тем, что план первоочередных действий в экономике региона выполняется крайне медленно Глобальные серьезные выводы делать рано Я думаю, более правильно будет делать выводы по итогам квартала Но вызывает определенные опасения, скажем так То, что 50% акведов, составляющих промышленного производства У нас имеют показатели ниже 100% В целом же ульяновская экономика показывает стабильный рост По итогам первых двух месяцев индекс промышленного производства составил 101,1% Без изменений остался уровень регистрированной безработицы Уровень регистрированной безработицы составляет 0,46% Или, если выражение по людям, это 3006 человек Это второе место в Привозском федеральном округе Самым сложным вопросом остается проблема с трудоустройством высвобождаемых работников Сокращения прошли на предприятиях «Силикатчик» и «КПД-1» Губернатор распорядился незамедлительно решить все вопросы с их последующим трудоустройством Вторая часть аппаратного освещения была посвящена подготовке к празднованию Дня Победы Сегодня уже прошел митинг «Спасибо 45-му году», в котором принял участие губернатор Вахта памяти дала старт предпраздничным мероприятиям И самая задача, вот сейчас, Сергей Иванович, мы это дело держим на контроль Чтобы посетить каждого участника войны и ветерана тыла, труженика тыла Перед праздником открытку вручить, подарок вручить и сказать низкий поклон и сердечное спасибо В преддверии Дня Победы продолжается ежегодное медицинское обследование ветеранов В этом году оно началось 24 января, полностью завершить его должны к 9 мая На 100% обследованы ветераны, участники обороны Ленинграда, Сталинграда Граждане, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда Также инвалиды, участники Великой Отечественной войны, солдаты последнего военного призыва Бывшие несовершеннолетние узники фашизма во всех муниципальных образованиях, кроме Ульянска Ко Дню Победы благоустроят пять памятников в районах области, посвященных подвигу советского народа Не будут забыты и другие монументы Они также встретят светлый майский праздник в достойном состоянии Егор Тстов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда